Друзья, хочу с вами поделиться старым дедовским способом изготовления приспособы для заточки сверел. Как известно, в интернете очень много подобной информации, но в основном все эти способы довольно сложны. Где-то нужна сварка, где-то фрезеровка. Возьмите гайку, приварите к ней другую гайку и там шайбу поставьте. Здесь выпилите, здесь выточьте. Я же покажу приспособление, которое изготавливается из обычного бруска за 5-10 минут. Вы можете такие приспособления готовить хоть каждую неделю, истачивая каждый из них до непотребного вида. Как говорится, и выкинуть не жалко. Ладно, давайте начнем. Итак, нам потребуется более или менее ровный брусок. Из него мы возьмем отрезок примерно 10 сантиметров. Далее к такому бруску необходимо приложить крупную гайку. Как известно, угол гайки идеален для формирования режущей части сверла, 120 градусов. По центру прикладываем гайку и производим разметку. Рисуем вот такой домик. Далее лобзиком или циркуляркой вы, соответственно, отрезаете нашу будущую заготовку. У вас получается что-то типа вот такого домика. Далее на тыльной части с помощью вот такого креста ищите центр. И сверлом, ну примерно восьмерочкой, десяточкой, да, смотря какие сверла вы будете затачивать. Чем, соответственно, тоньше сверло, да, по диаметру вам нужно заточить, тем меньше должно быть это отверстие. Вы просверливаете отверстие насквозь для того, чтобы его центр вышел вот прямо на гребне нашей заготовки. Если чуть-чуть промахнетесь, ничего страшного. Всегда ленточной шлифовальной машиной можно немного подобрать одну из сторон, соответственно, сделав отверстие по центру. И на фронтальной части также необходимо просверлить отверстие под какой-то болт, которым мы будем это сверло внутри зажимать для удобства работы. Вот у меня болт под шестигранник, вообще идеален. Мы его сейчас загоним под отверстие и будем уже работать с заточкой. Как вы понимаете, 5-10 минут для изготовления вот такого приспособления это ничто. Поэтому по мере того, как будут источиваться вот эти грани, вы можете их сколько угодно часто заготавливать. Итак, давайте попробуем его в деле. Возьмем сверло с совершенно непотребным углом заточки, которое, в принципе, вообще не сверлит. И будем сейчас работать с ним. Итак, помещаем наше сверло в приспособу для заточки. Видите, угол ужасен. Зажимаем его и сейчас будем затачивать. Зажимаем для заточки. Все элементыной среди. так на наждаке предварительно сделали вот так угол уже сформирован но все равно нужно видите подобрать я обычно это делаю ленточной шлифовальной машиной давайте зафиналим ну как мне кажется угол практически идеален давайте попробуем в деле и так друзья давайте попробуем в деле просверлим несколько отверстий смазочка здесь 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 можно поехали есть стружечка достаточно крупная хорошо есть так далее ну меня устраивает меня устраивает как идет сверление трех миллиметровый металл просверлен за несколько секунд считаю что результат очень очень хороший друзья финальные штрихи сверление было очень комфортным и легким ну собственно как и изготовление нашей приспособы и процесс заточки по нюансам смотрите вот это отверстие для болта должно быть от тыльной части где-то в полутора-двух сантиметрах для того чтобы болт зажимал именно хвостовик и также вот этот болт на своем кончике должен быть притуплен в принципе это все что я хотел рассказать спасибо за внимание подписывайтесь на канал и всего доброго